Северный Сахалин Отток населения продолжится. Более 40 работников Сахалин, Непи, Морнефть получили уведомление о смене условий труда. Работу в Ахе им придется оставить, а это значит, из города уедут и члены их семей. В Сахалинской области идет подготовка к переводу телевизионного вещания в цифровой формат. В январе 2019 года в РФ начнется процесс прекращения работы аналогового телевизора. Работники Сахалин, Непи, Морнефть сегодня в обед вышли на пикет против перевода их рабочих мест в Южно-Сахалинск. Нефтяники требуют учитывать их выбор жить и работать на родной земле и не разрушать их семьи. Подробно смотрите в репортаже. Отток населения из Ахе продолжится, если руководство Сахалин, Непи, Морнефть не внемлет просьбам своих работников. На сегодняшний день более 40 из них получили уведомления о смене условий труда. Это все проектировщики. Работу в Ахе им придется оставить и если устраивают условия труда в Южно-Сахалинске, то переехать туда. В течение двух месяцев после перевода работодатель обязуется оплачивать проживание в областной столице. Дальше проблему с жильем предлагают решать самостоятельно. Сегодня в обед работники одного из градообразующих предприятий города вышли на молчаливый пикет. Сразу после заявленного для проведения акции протеста времени мы поговорили теперь уже с бывшим работником института Дмитрий Барышев, коренной ахинец. 10 лет отработал в Сахалин, Непи. Пришел сюда сразу после окончания вуза. Был также руководителем местного профсоюза. Уволен на второй день после обращения к руководству с требованием учитывать интересы работников. У Дмитрия двое детей. Супруга находится в декретном отпуске. Все проектировщики получили, тот, кто занимается проектированием непосредственно, уже получили уведомления. Данная работа ведется с апреля месяца, даже можно сказать с марта. Неоднократно обращались к работодателю, именно наша профсоюзная организация, с целью как-то построить отношения, чтобы как-то людям помочь, кто хочет переехать, кто не хочет переехать. На контакт работодатель идти как бы не хочет, не оказывает никакого интереса, взаимопонимания в этом вопросе. Около 40 человек уже получили уведомления, некоторые уже уволены по статье, некоторые по статье 74, которая прописана в данном уведомлении. То есть если вы не хотите, то вы увольняетесь. Когда вы получили сообщение о том, что вы уволен? Сообщение о том, что я уволен, получил после того, как обратился с письмом к руководству, пригласил к руководству сесть за стол переговоров, как председатель профсоюза. И буквально через день меня уволили. Месяц назад старейшее предприятие АХИ отметило юбилей 70-летия со дня основания. Ценнейшую научно-исследовательскую работу институт проводил десятилетиями и ведет сегодня для всех нефтегазовых промыслов. А расположены они именно на севере острова. Это Ахинские и Ногликские районы. Здесь же расположены и месторождения международных проектов. Наш институт известен как кузница высококвалифицированных специалистов. И вот сейчас с приходом новой администрации, которая пришла в феврале 2014 года, идет уже планомерное уничтожение высококвалифицированных кадров. А сейчас, после того, как институт отметил в августе месяце свое 70-летие, сейчас сбивается просто последний гвоздь в крышку института. Понимаете, создаются такие условия для персонала, в которых уже просто невозможно работать. Люди пишут заявления, уходят по собственному желанию. Вот, судя по статистике, я кое-какую статистику собрала, подготовилась, вот за последние 3-2,5 года уволилось 252 человека. Еще несколько лет назад о компании «Руснефть» здесь говорили с уважением и благодарностью. Сегодня политика социальной направленности, о которой громко заявляет компания, сводится лишь к заботе об узком круге своих работников. Социальная поддержка региона присутствия компании практически сведена к нулю. Инфраструктурные, строительные, экономические проекты, которые некогда активно поддерживала «Руснефть», ушли в прошлое. Началось все 10 лет назад, когда аппарат управления «Сахалинморнефтегаза» перевели за тысячу километров от мест расположения нефтепромыслов. За эти годы в Южно-Сахалинск переведены практически все службы. По многим организациям идет сокращение. Рабочие места тут с каждым днем все меньше и меньше. Причем это все происходит на фоне так называемого развития Дальнего Востока. Развития никакого нет. Есть только отток. В Ахе оставлен лишь рабочий персонал. Вероятно, поэтому компания перестала интересоваться, в каких условиях живут северяне. Целые поколения нефтяников, отдавших годы жизни развитию сахалинской нефтегазовой отрасли. Еще 40 человек должны решиться на переезд из родного города. Это значит, уедут и члены их семей. Еще порядка 120 человек недосчитает САХА в ближайшем будущем. При этом оставаться на острове этим людям большого смысла нет. Покупка квартир в Южно-Сахалинске обойдется в 5 миллионов, в то время, когда в Краснодарском крае, к примеру, те же квадратные метры обойдутся в 2. В создании рабочих мест на Дальнем Востоке наша ключевая задача, сказал президент страны Владимир Путин на прямой линии с населением страны. Не идет ли в разрез с этой политикой руководство САХАЛИН не пи морнефть, вроде предоставляя рабочие места, но при этом зная, что люди все равно уволятся. Уехать с Дальнего Востока они будут вынуждены. Ахинцам зачитали послание комсомольцев 1968 года. Торжественная церемония состоялась в сквере имени 50-летия ВЛКСМ. Накануне столетия комсомола в Ахе в сквере имени 50-летия ВЛКСМ было зачитано послание комсомольцев 1968 года комсомольцам 18-го. К сожалению, сама капсула времени, которая была закупана под памятным знаком, не сохранилась. Ее в 90-х годах выкопали по распоряжению руководства САХАЛИН морнефтегаза. Тогда, по словам Владимира Воронцова, заместителей генерального директора САХАЛИН морнефтегаза 1990-92 года, кто-то пытался выкопать капсулу, и для ее сохранности руководство нефтяников решило сделать это само. Капсулу якобы передали в музей, но сейчас там ее нет, и никаких записей о ней тоже нет. Но текст послания, к счастью, сохранился в газете «Сахалинский нефтяник» 1968 года. На торжественной церемонии его зачитал Николай Зацепин, один из тех комсомольцев, которые и писали это послание 50 лет назад. Мы намного завидуем вам, вашему времени, как и вы будете завидовать времени комсомольцев последующих поколений. Мы очень верим в вас, ахинские комсомольцы, 2018 года. Верим, что вы всегда будете верны. После этого слова было предоставлено члену КПРФ Людмиле Семичевой главе района Сергею Гусева, исполняющему обязанности заместителя председателя собрания Андрею Селингинскому. Сто лет – это не шутка. То есть это есть чем гордиться комсомолу. Я уже не буду повторяться. Сказали вот и Людмила Семеновна, и Сергей Николаевич о великих делах комсомола. Хотя можно еще, конечно, много что привести. То есть, да, если мы оглянемся вокруг себя, то каждый третий кирпич, фигурально выражаясь, заложен руками комсомольцев. Деревья посажены руками комсомольцев. Много что еще. Сейчас, конечно, да, как сказала ведущая, времена изменились. Мы живем в другом обществе, в другой стране фактически. Но все-таки приятно, что комсомол возрождаться начинает. В завершении церемонии зачитали послание комсомольцам 2068 года от комсомольцев 18-го. Здесь необходимо отметить, что в Ахе эта организация создана всего несколько дней назад. И в ней сегодня 5 человек. В послании говорится о том, что Аха – это маленькая копия всей страны, где произошел развал всех сторон жизни – промышленности, образования, здравоохранения и комплексная деградация общества. А человек человеку – волк. Мы живем совсем в другое время. В 1991 году перестал существовать СССР. И это послужило старту стремительному развалу всех сторон жизни страны. Промышленности, образования, здравоохранения, комплексной деградации общества. В итоге мы живем в стране, где деньги являются высшей ценностью, высшей властью и высшим законом. Где с каждым днем дорожает все, кроме человеческой жизни. Где человек человеку – волк, и люди смотрят в завтрашний день со страхом и тоской. Комсомольцы рассказали потомкам, что они мечтают о мире во всем мире, о справедливом обществе, об уверенности в завтрашнем дне для каждого, о том, чтобы людей оценивали не по толщине кошелька, а по личным качествам, чтобы искренних и добрых улыбок вокруг было как можно больше, а человек человеку снова стал другом, товарищем и братом. Послание поместили в капсулу времени и передали в музей для потомков. Уходя с церемонии с нехорошим чувством обиды и унижения, за это послание было желание открыть глаза пяти юным комсомольцам. Чтобы они побывали, например, в спортшколе, где сотни ребят, защищая спортивную честь родного города, завоевывают престижнейшие награды, в том числе всероссийские. В музыкальной школе, где, не жалея времени и сил, дети обучаются искусству, а 90% ахинских выпускников школ поступают в вузы, получают хорошее образование, создают счастливые семьи, работают. Деградация общества. Человек человеку волк. Это о ком конкретно? Безопасность дорожного движения зависит от многих факторов. И это не только соблюдение правил, но и состояние дорожного полотна, освещение участка в ночное время. Сотрудники прокуратуры проверили соблюдение необходимых норм в АХЕ. Передвижение по городу должно быть безопасным. Это неопровержимый факт. Участники дорожного движения обязаны соблюдать правила. Владельцы транспорта обязаны следить за его техническим состоянием. А власти обязаны содержать в достойном состоянии дорожное полотно. Соблюдение всех необходимых норм в АХЕ, как и по всей стране, контролируется постоянно. Высшестоящим руководством, сотрудниками ГИБДД, полиции и, конечно, прокуратурой. Регулярно в законодательство вносятся изменения, на которые необходимо своевременно реагировать. Так, с июля 2018 года изменились требования безопасности при перевозке детей. Во исполнение поручения Хинского городского прокурора сотрудниками городской прокуратуры с целью обеспечения соблюдения правила безопасности при перевозке группы детей, в июне 2018 года начальнику управления образования, а также иным руководителям учреждения, в чем ведение находится транспортные средства, обеспечивающие перевозку детей, направлены информационные письма о вступлении с 1 июля 2018 года обязанности по установке на транспортных средствах перевозящих детей, соответствующих маяков желтого или оранжевого цвета, которые необходимо эксплуатировать при перевозке детей. По результатам рассмотрения информационных писем, указанными руководителям, незамедлительно приняты меры по закупке и установке указанных приборов, что в настоящее время нами и установлено. На информационное письмо отреагировали быстро. Желтые маячки установили оперативно. Но выяснилось, что данные маячки видно только если находиться непосредственно перед автобусом. Поэтому было принято решение установить маячки желтого или оранжевого цвета и на задней части кузова автобуса. И это было исполнено своевременно. В Ахинском районе перевозка детей, посещающих образовательные учреждения, осуществляется с соблюдением всех требований безопасности. Кроме того, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к автолюбителям Ахинского района и проинформировать их о том, что с 2017 года Уголовным кодексом Российской Федерации введена уголовная ответственность, предусмотрена статьей 267-й перим-1 Уголовного кодекса Российской Федерации за нарушение правил дорожного движения, которые могут повлечь угрозу жизни либо здоровья участникам дорожного движения. За совершение данного уголовного деяния Уголовный кодекс Российской Федерации установил такой вид наказания, как штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. По данной статье уже привлекают к ответственности. Один из случаев стал известен по всей России. В Нижнем Новгороде водитель умышленно мешал движению автобуса, перевозившего детей, чем угрожал их безопасности. За что приговором суда водителю-нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. В Ахе, к счастью, подобных ситуаций не возникало и остается надеяться, что никогда не возникнет. Но безопасность участников дорожного движения зависит не только от них самих. Напрямую на это влияет и состояние дорог. В Ахе жители часто жалуются на разбитое дорожное полотно, ямы и ухабы. Несмотря на то, что ремонт дорожного полотна производится, некоторые участки вызывают искреннее негодование ахинцев. Ахинской городской прокуратурой с привлечением сотрудников ГИБДД проведена проверка заблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на территории Ахинского городского округа. То есть проверили, в каком состоянии находятся городские проезжие части. По результатам проверки установлено, что нарушения есть. Они выражаются в многочисленных выбоинах дорожного покрытия на некоторых участках, а также в некоторых районах отсутствует стационарное уличное освещение дороги. В связи с выявленными нарушениями Ахинским городским прокуратуром в мае 2017 года в Ахинский городской суд направлено два административных исковых заявления о возложении обязанности на администрацию муниципального образования Градского округа Ахинский провести капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, а также установить стационарное уличное освещение. Суд, оценив предоставленные городским покуром доказательства, в июне 2018 года удалярил в полном объеме заявленные исковые требования городского прокурора и возложил обязанности на органском местном управлении произвести работу по капитальному ремонту автомобильных дорог и установке стационарного уличного освещения. По постановлению суда ремонтные работы будут производиться поэтапно, так как участков, подлежащих ремонту, очень много. Закончить все работы должны до конца октября 2019 года. Решение суда вступило в законную силу. Уже принимаются меры по устранению нарушений. Производится ремонт самых эксплуатируемых участков. Восстанавливается стационарное уличное освещение. День рождения клуба «Мама, малыш и библиотека» торжественно отметили в библиотеке номер 13. Гостей было много, развлечений не меньше. Подробности в репортаже. День рождения в стране чудес. В библиотеке номер 13 прошел праздник, посвященный второй годовщине клуба «Мама, малыш и библиотека». В клубе в течение года мамы встречались со специалистами, которые могут помочь в воспитании детей. Кроме того, в течение года для мам и малышей проводились познавательные беседы, конкурсные игровые программы, семейные вечера, мастер-классы и многое другое. Наш клуб собирается раз в месяц. Это получается третье воскресенье. Но сейчас у нас по желанию мам мы собираемся также каждое воскресенье на творческие заседания. В честь второго дня рождения клуба для детей в библиотеке устроили сказку. Малыши встретились с героями истории «Алиса в стране чудес» и совершили путешествие по волшебной стране Зазеркалья. «Мероприятие было организовано и проведено с помощью ребят, которые работают у нас по направлению Центра занятости». «Каждый день сюда хожу, помогаю, даже не в рабочее время, после школы иногда прихожу, помогаю. Очень нравится, потому что здесь очень весело, особенно когда все вместе мы всякие придумываем сценарии». Гости играли, соревновались, участвовали в конкурсах. Подготовка к мероприятию была очень серьезная. Продумывали все до мелочей. От внимания не ускользнула ни одна деталь. От грима и костюма до конкурсов и развлечений. «Мероприятие очень хорошо получилось, даже лучше, что мы ожидали». «Мы играли, мы ложили книжки, нам дарили подарки. Мы тут играли, задания выполняли». Клуб «Мама, малыш и библиотека» библиотеки номер 13 – это особое место для самых юных посетителей и их мам, где можно отвлечься от повседневных забот, провести время с пользой. Здесь есть игровой комплекс с горками, качелями, сухим бассейном, удобные стеллажи специально для малышей и современный интерактивный стол, предназначенный для развития и обучения детей. В клуб «Мама, малыш и библиотека» могут записаться все желающие. 2 ноября в 18 часов АХА примет участие в международной акции «Большой этнографический диктант», приуроченный ко Дню Народного Единства. Диктант не только поможет оценить уровень этнографической грамотности населения, но и привлечет внимание к важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики. Всех, кто желает процветания многонациональной России, интересуется ее историей и судьбой народов, населяющих нашу страну, многое знает о своем родном крае и просто желает проверить свою юридицию, приглашает принять участие в написании этнографического диктанта. Диктант проводится в один день, в одно и то же время во всех регионах страны. Муниципальное образование городской округ Ахинский, его написание состоится 2 ноября в 18 часов в здании районного дворца культуры. В декабре 2018 года пройдет церемония награждения победителей большого этнографического диктанта. Стать участником можно, обратившись к униципальному координатору по телефону 3-44-59. На смену аналогового телевидения придет цифровой формат с яркой четкой картинкой, лишенной помех и искажений. Это произойдет 1 января 2019 года. Практически 100% населения страны получат бесплатный доступ к 20 телеканалам и 3 радиоканалам. В Сахалинской области идет подготовка к переводу телевизионного вещания в цифровой формат. Напомним, с января 2019 года в Российской Федерации начнется процесс прекращения работы аналогового телевидения. Его на смену придет цифровой формат с яркой четкой картинкой, лишенной помех и искажений. Подготовка к этому событию велась в течение нескольких лет. В рамках федеральной целевой программы развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы. С нового года процесс цифровизации затронет и населенные пункты с численностью населения менее 100 тысяч человек. Сеть первого мультиплекса, в который входят 10 каналов, первый – «Россия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ», «Центр Москва» действует по всей стране. Сейчас готовится запуск второго мультиплекса. В его составе РНТВ, «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ». Сегодня все необходимые объекты построены. К запуску цифрового вещания все готово. Запланированное мероприятие обеспечит для 98,4% населения нашей страны бесплатный доступ к 20 общедоступным телеканалам и трем радиоканалам. В Сахалинской области показатель охвата цифровым вещанием будет несколько выше, чем в среднем по России – 98,6%. Работа по информированию населения началась правительством области еще в середине лета. Тогда прошли совещания с главами муниципальных образований. Большая ответственность сложится, безусловно, на вас, на глав, в первую очередь в плане сбора аналитической информации. Для получения бесплатного сигнала общедоступных телевизионных радиоканалов населения необходимо наличие одного из видов оборудования. Это либо цифровой телевизор, либо цифровая приставка для аналогового телевизора, либо для тех людей, кто живет вне зоны покрытия наземным цифровым вещанием – это спутниковая тарелка, если простыми словами МТВ+, либо Триколор-ТВ. Нам необходимо с вами обеспечить жителей региона информацией о том, каким образом необходимо подготовиться к переходу на цифровое вещание. Итак, гражданам, которые пользуются услугами кабельных сетей или спутникового телевидения, беспокоиться не о чем. Перемены затронут тех, кто использует старые телевизоры, уличные или комнатные антенны. Для приема цифрового телесигнала им потребуется приобрести современный телевизор или специальную приставку для аналогового телевизора. Ее цена от 600 рублей. Расходы на такие покупки могут оказаться непосильными для малообеспеченных категорий граждан, поэтому в правительстве Сахалинской области принято решение предоставить малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в поддержке единовременную выплату на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения. Необходимо сохранить чеки и прочие документы и обратиться в отделение социальной защиты или многофункциональный центр по месту жительства. Выплата не более 10 тысяч рублей. В спортивном зале школы номер 7 состоялись семейные соревнования. Папа, мама, я, спортивная семья, участники соревнований, работники нефтегазодобывающей промышленности и их дети. На минувших выходных в спортивном зале 7-й школы состоялись соревнования «Папа, мама, я, спортивная семья». В силе ловкости и выносливости состязались семьи, родители в которых работники обособленных подразделений общества «Роснефть» Сахалинбурнефтегаз и обществ группы нефтяной компании «Роснефть». Да, соревнования нет, зачем спортивная семья, но тем не менее у нас эти соревнования традиционные, поэтому заинтересовало 12 команд, будут участвовать команд 10, к сожалению, две команды у нас не явились по уважительной причине. Но тем не менее, мы надеемся, что соревнования пройдут в хорошем, веселом настроении, и мы от имени профсоюзных организаций, от имени единого предприятия «Роснефть» Сахалинбурнефтегаз, который занимается просвещением и продвижением спорта в наших обществах, искренне вас поздравляем с датом мероприятия и желаем вам честных побед. Соревнования «Папа, мама, я» среди семей нефтегазодобытчиков стали уже традиционными. Многие принимают в них участие не первый раз. В спортивном празднике состязались 10 семей капитанами команд «Были дети». Состязались в двух категориях по возрасту капитанов. Первая категория – от 6 до 9 лет, вторая – от 10 до 13 лет. Соревнования проходили в занимательных и увлекательных эстафетах, выполнение которых не оставило без улыбки как самих участников, так и болельщиков. Нравится, муж спортсмен, поддерживаем его в спорте. А как дети воспринимают идею? Да нормально, за радость им. Им только за радость участвовать везде. Не главное, чтобы победа, а главное, чтобы участие было, и все. Развивается, село набирается. Каждый год обновляют по-новому, проводят различные эстафеты, то есть, ну, как бы, интересно. Это весело мотивирует, энтузиазм, как-то. Главное – участие. Интересно, весело, здорово, энергично. Ну, прикольно, правда, классно. Детям главное, чтобы ей нравилось. И так все очень круто. Еще будем участвовать. Шум и детский смех был слышен со всех сторон спортивного зала. Взрослые не уступали детям в азарте. Ведь именно они для своих детей становятся примером для подражания. Проигравших в этих соревнованиях не было. Но все-таки, как и в любых состязаниях, были те, кто оказался быстрее и подвижнее. В первой категории победителем стала семья Прибытка – команда Ахинской ТЭЦ. На втором месте – Борисовы – обособленное подразделение управления добычей нефти и газа. На третьем – Смирновы – представители РН-транспорта. Во второй категории победу одержала семья Назаровых – аппарат управления общества Роснефца Холенморнефтегаз. На втором месте – семья Литвинцевых – обособленное подразделение управления добычей нефти и газа. Победители награждены медалями, грамотами и кубками. А ценные призы получили все, без исключения участники. 27 октября в районном дворце культуры состоялся открытый региональный турнир по савату. Участие в нем приняли гости со всего Сахалина. Участникам и зрителям было на что посмотреть и чему научиться. На минувших выходных в спортивном зале районного дворца культуры собрались спортсмены с различных районов Сахалинской области. Здесь проходил открытый региональный турнир по французскому боксу «Савату». Инициатором соревнований выступили Ахинский спортивный клуб «Северный воин» и Сахалинская федерация «Савата» при поддержке Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области. Организация на должном уровне. Нам нравится сюда ездить. Готовы к будущему также. Спортсменов привезли 10 человек. Тренерский состав составляет 3 человека. Также приехали судьи с нами и представители родительского комитета. В турнире приняли участие порядка 50 спортсменов. Французский бокс – это европейский вид спорта. Название происходит от французского слова «сават» или «старый ботинок». В этой разновидности спорта разрешены удары ногами, причем обутыми в жесткие ботинки. А также всевозможные захваты, заломы, броски и удержания. Участники турнира сходились в бескомпромиссных поединках и схватках. На соревновательном ринге был высокий и жесткий уровень судейства. Было сложно. Попадали в меня нормально. Соперник был у меня, он мой друг, я с ним дрался, он тоже попадал в меня и был такой сложный. По данному уровню вообще все хорошо. Хотелось бы ринг, но и такое мероприятие вообще очень хорошее. А ребята как себя показывают? Ребята показывают себя на очень хорошем уровне, особенно дети молодцы. Турнир был захватывающим и эффектным. Посмотреть на бой ребят, оценить их удары было интересно не только знатокам, но и родственникам, болельщикам и просто любителям спортивных боев. Спортсмены на турнире показали достижения, которых удалось добиться. Подготовка неплохая. Так же как у наших, так же как у ваших спортсменов. Видно то, что работа проводится, в детей вкладывают. Помимо физических данных, также видно то, что духовная часть присутствует. То есть детей развивают, то есть дети воспитанные. Все очень спокойно. На соревнованиях обычно шум, гамма, у вас тут все организовано спокойно. В общем, впечатление от них только положительное. Специфический вид спорта. Просто клубы разные, разные у всех специфика. Кто-то тэквондо, тайский бокс, французский, конечно, отличается по технике. Но, в принципе, уровень хороший. По итогам фестиваля победители и призеры получили заслуженные награды. Стоит отметить, что большее количество медалей осталось в Ахе у спортсменов клуба «Северный воин». В спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» прошло первенство детской и юношеской спортивной школы Ахе по плаванию, посвященное празднованию Дня народного единства. В соревнованиях приняли участие более 75 спортсменов спортшколы. Программой соревнований предусматривалось проплывание дистанции 100 и 200 метров комплексным плаванием. Чемпионами соревнований стали Владислав Шабанов, Дарья Ночкина, Виталий Ханин, Елизавета Кучеренко, Павел Епифанцев, Надежда Фетисова, Богдан Шаров, Ольга Гонтарь. По окончанию соревнований победители и призеры были награждены медалями и грамотами спортивной школы. Выставка продажи «Красота от природы» вновь работает в Ахе. Именно здесь можно приобрести уникальные косметологические средства на основе натуральных компонентов. Подробности в репортаже. В торговом центре «Океан» открыта выставка продажи «Красота от природы». В широком ассортименте представлена продукция из натуральных компонентов. Компания «Красота от природы» приезжает в Аху уже не первый раз, и многое из предложенного уже полюбилось ахинцам. Так, керамическая пилочка всегда вызывает положительные отзывы покупателей. Керамическая пилка 4 в 1, она заменяет весь маникюрный набор. Но ее уникальность в том, что пилкой очень удобно убирать кутикулу. У нее удобный острый носик, и мы этим носиком как ластиком просто вводим по сухой коже. Она хорошо снимает весь сухой слой, при этом живую кожу она не трогает, поэтому ранения себе пилкой не нанесете. Кожа, она остается гладкой и не растут заусенцы. Только легкий, удобный маникюр, который может сделать любая женщина. А чтобы кожа в этих местах не сохла, мы ее обрабатываем маслом. Масло оно ее смягчает, и чем чаще мы им пользуемся, тем медленнее растет наша кутикула. Какая красота! И все это мы закрепляем твердым косметическим маслом для рук. Масло маленький расход, его нужно совсем немножко. Масло оно отлично смягчает кожу рук, и хорошее у него свойство то, что оно содержит пчелиный воск. Воск он отталкивает воду, поэтому у нас питание рук это на целый день. То есть это прям видно, что вода, она просто скатывается. На выставке «Красота от природы» вы найдете и разнообразие бальзамов от многих болезней. От простуды, кашля, насморка, от прыщей и угрей, от натоптышей и мозолей, от варикоза, псориаза, лишая, бородавок, боли в спине и суставах. Продукция не имеет побочных эффектов и противопоказаний. Также в ассортименте алтайские бальзамы – высокоэффективные препараты на основе древних алтайских рецептов. Всегда востребованы изделия из верблюжьей шерсти, пояса и стельки. Верблюжья шерсть создает эффект сухого тепла, благотворно действует на мышцы и суставы, улучшает кровообращение, снимает напряжение. Выставка «Продажи «Красота от природы» предлагает вашему вниманию натуральную новосибирскую сухую косметику и зубные порошки. Новинка выставки – массажный комплекс «Фотон». Массажер не имеет ничего общего с электромагнитными приборами. У него совершенно другой принцип работы. Данный массажный комплекс не имеет ничего общего с электромагнитными приборами. Принцип действия его простой. Такие пластинки-электроды прикрепляются либо согласно карте, которая есть в инструкции на тело, либо просто на проблемные участки тела. По ним передается ток низкой частоты, который воздействует от нервного окончания и стимулирует мышцы. В результате чего проходит воспаление, так как кровообращение улучшается в этих местах. «Сразу скажу, что это не лечебный комплекс, это обычный массажер. Новые суставы, новый позвоночник от него не вырастет. Но добиться того, чтобы снять боль, чтобы спокойно спать, комфортно заниматься своими делами – это возможно». При различных заболеваниях предусмотрены определенные места на теле, куда необходимо прикладывать пластины-электроды. Они указаны в инструкции. В числе недугов, при которых эффективен массажер – радикулит, повышенное и пониженное кровяное давление, неврологические заболевания, боль в суставах. Каждый, кто попробует на себе массажер, получит бальзам от боли в суставах в подарок. И еще одна новинка – «Красота от природы» предлагает вашему вниманию средства для чистки ювелирных украшений и очков. Обычно в домашних условиях мы чистим украшения моющими средствами – нашатырем, зубной пастой. Но они не дают того эффекта, как средства от компании «Красота от природы». Средство «Топ Биоклинер» предназначено для чистки ювелирных изделий и очков. В чем его отличие? Отличие средства от обычных моющих средств, домашних. Мы обычно чистим моющими средствами, порошком, зубной пастой. Они чистят, в принципе, хорошо, но они убирают лишь загрязнение. Наше средство снимает не просто загрязнение, оно убирает окисление. Потому что в каждом изделии, что золото, что серебро, в нем содержатся три примеси, об этом говорит проба. Эти примеси, они со временем окисляются, и изделие, оно просто начинает пускнеть. Вот, это средство, оно очень хорошо снимает эти окисления, и оно приобретает, например, сданный блеск. Без повреждения металла ювелирным украшениям возвращается благородный блеск. А при чистке очков на стеклах образуется нано-пленка. Она не позволяет очкам запотевать при перепадах температур. Заинтересовавшиеся могут попробовать большую часть продукции совершенно бесплатно, чтобы воочию убедиться в ее эффективности. Компания «Красота от природы» ждет вас до 4 ноября в торговом центре «Океан», первый этаж. Продолжение следует...